Минтажные клипсы и серёжки Чайные кофейные трио Гёбель, крошечная Птенец Все подписано, замечательно Для масла Это для паштета Всем привет, меня зовут Настя Вы на канале Анастасия Винтаж И мы снова направляемся на винтажную ярмарку Которая называется Мос Винтаж И она снова у нас переехала в новое место И я вам сейчас расскажу, как туда добраться Метро 1905 года Вот мы сейчас переходим дорогу и идём прямо Нам нужен ДК Рассвет Адрес столярный переулок 13-15 Идём до конца Там можно найти множество различных винтажных и антикварных предметов Украшения Книги, виниловые пластинки и многое другое Так, вот мы с вами дошли до рассвета Видите, написано деловой квартал И здесь нам нужно повернуть налево Здесь мы с вами уже видим знакомую афишу Мос Винтаж И направляемся прямо Здесь вот проходит уже Мос Винтаж Я вижу уже какие-то интересные там вещички расставленные И за углом сразу будет вход Вот Ярмарка работает 29-30 июля И она проходит раз в месяц Минтажные клипсы и серёжки Это вот клипсы очень красивые Большого размера Тоже красивые клипсы летние Вот эти роскошные А какая цена вот на эти? Вот такие две тысячи Две тысячи Это Америка 60-е годы Раз тогда очень модно термопластики Это вот такой материал, по-моему, на ранние пластики называемые Но они прям такие нарядные, красивые Вот эти зелёные тоже необычные На самом деле, я скажу маленький секрет Можно вот так сделать Там всё везде внизу таится У вас там большой выбор Как выбрать столько красоты Глаза разбегаются Но в золоте как-то они понаряднее смотрятся Вот эти ракушки очень симпатичные Такие на море кто едет Клипсы Надо какие-нибудь теперь посмотреть Мне очень нравятся вот эти ракушки и вот эти, наверное А из жемчужины тоже очень нежно смотрятся, но пока не знаю Какие мне нравятся больше А это броши Пчёлки Как яблочко откусанное А там ещё очень много, много невероятной красоты Вот не знаю, клипсы я никогда не носила Комфортно ли будет Тоже клипсы Нежные Вот эти Такого приятного они оттенка Камеры не передают Красоту Вы с фонтанки А мы с... Это я? У нас это красноамейская живёт тоже фонтанка Где Азима? Здесь нет советская А мы, я думаю, с другим другом А, я поняла Но там... В фонтанке У нас напротив Камеры Я поняла Ух ты Шикарная месть А? А я? Летом 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 А седьмой Это Запонки Это Запонки Это Раз А во-вторых Задолбали Они же ночные Да Они ночные Поют Ну да Это проблема Там же у вас все эти Ночные Пурга А рядом Вот это Бурга Самое страшное место Которое есть Это Бурга Я её боюсь как огня Я к нему Раз в 50-х ходила Ребята, расстроились Есть? Так, Серёжка, мы ещё вернёмся Что это такое делать? Ну, хватит Ну, хватит Ну, хватит Что это у нас нет? Ну, у нас есть вот этот На... Высказка А нам не стал быть Это да Ковшин интересный Очень Итальянский Да В стиле Каподимонто Да, такой Италия Да, даже какой-то прям логотип Ну, это олова, я думаю Металл сверху Олова? Думаю, да Для вина Кубок Виноградные грозди здесь Вот этот предмет очень интересный Для закусок Вот эти порционно поставить Они Вытаскиваются Например, сюда положить какие-нибудь Тарталетки, закуски И порционно вот такие вот Небольшие треугольные Тарелочки Раздать Осталось Три чашечки Херенд Фиолетовый тюльпан Желтый и серый Вернем Вернем Грудечко с тарелочки Вместе Это все ручная роспись Потому что у этой мануфактуры Венгерской Всегда только ручная роспись Да 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 А вот эти вот я вам уже показывала На прошлом МОСВИНТАЖЕ Спасибо Кто-то написал, что это для хранения часов Да Возьтесь с удовольствием Так Напоминаю В сентябре Начинается Блошинка Спасибо вам Может у вас еще что-то есть Ну посмотрите Я не знаю, что вас интересует Да Я не против Такой кувшин 9000 будет стоить Очень красивые и очень дорогие Ну там дело Вы худенькое Я там хожу Своим достоянием Да Тут жарко очень Очень необычный флакон Ну да Ну это из арабских масонных буков А да Тут вот даже иероглифы внизу есть Ну вот наверху еще стоит Симпатичный Вот это все Да Флакончик Симпатичный Вот этот тоже тяжелый Это тоже да Арабские Да Внизу А это тоже да Арабские Да Да И у них у всех там внутри стеклянная палочка А стеклянная палочка внутри Чтобы наносить Очень празднично смотрится Вот так вот А как вот после Если их использовать Потом надо их как-то промывать Чтобы запах убрать от прошлых духов Ну он конечно же выветривается Единственное что не очень быстро А это солонка такая необычная у вас Я бы сказала сифтер Сито Сифтер 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 Да Ну это скорее не для соли А это все таки либо для сахарной пудры Необычная Необычная А у меня какая цена Так для всех Для зрителей Вообще это очень дорогая Вот Длина меня ругает что я дешево подаю Она мне придет за все за это просить там по 12 по 15 Угу Ну необычный предмет Я все таки вам могу отдать дешево Угу Так 7000 Очень необычный У меня удается Что я демпингую Понятные Ну да необычная вещь Редкая достаточно Да Не встречается Да Мне очень нравятся вот эти конечно они Ой девочки мальчики я здесь меня не видна Здравствуйте Просто смотрим ножки их по олимпийским бокалам Они все разные Они все разные Первый раз вижу просто у нас ровные Да 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 Они Вот на самом деле Вот есть ровный Не видела Все ровные Нет 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 Они бывают очень сильно бывают Они все видны Набор Херенд Курительный Знаете 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 Совершенно волшебная вещь До тех пор пока мы не увидели полный набор Мы тоже ломали голову Мы думали Мы думали Может быть это ничьи песен фальмоплажа Я думала это для колец Нет это не для колец Потому что она очень легкая Это пурительный набор Я вот знаю Это тушить сигареты Тушить сигареты А то есть прям вот так вот сигареты положил и потушил Ничего себе Пока у нас была одна такая штучка Мы голову сломали Да Я тоже встречала из разных серий Когда мы увидели весь набор Я уже поняла что это такое Я хотя бы понимала где есть Кати Да 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 Информацию об этой штучке Он в коробочке Там коробочка Она задвинута просто А я вижу там крышечка Да Крышечка написана Херенд Собик положил Родная коробочка А сколько такой набор стоит? За сколько продалить? Хочу 25 25 Если бы мы курили Он такой интересный Сейчас все равно никто не пользует Даже те кто курит Вон в коробочке Чайные кофейные трио Везентель Возвращение курицы А да Кстати Тут какие-то Ландыши нарисованы Интересные И золота много по краям Я не помню Ты быстро показал У меня все размазалось Все непонятно что-то По вам Да Здесь очень темно Поэтому Плохо фокусируется У меня Телефон Там Видите Много украшений Не только фарфор Статуэтки Вот эти троечки Похожи на Митертай А это Винтервин Телефон А это Кто выжил Похожи на Митертай У меня И вот эти Телефон Очень Мне нравится Когда включают лампы от них такое тепло и совсем другая атмосфера получается и очень красиво подсвечивается немецкий хрусталь цветной очень много статуэток 3500 цена у рыжего котенка а мне очень нравится вот эта утка она очень нежная очень роутер 8 500 но она прям поверни где у нее моська да я такая нежная да это же очень милый морской котик или нерпа гербель на это тоже гербель для 500 такие матовые вот статуэтки там дети с клубком или может там не бог у него очень много птичьих мы в тот раз здесь купили вот такую синичку точнее искать это лазаренко кого еще интересно показать каких животных у нас по-моему такая да тоже есть или по форме похожа они отличаются нет она такая же вроде она немножко отличается она верно такая же но вот такая на сто процентов это лазаренко да вот эти классные объемные на такое панно с подписью художника да снизу вот это сейчас сфокусируем не хочет темно объемная покажи их под углом под углом вот так ну да что вот они какие объемные красивые а если развернуть что у нас там сзади я не понял браток с этого что она патология коллекционная тарелочка декоративная виталия наверно геогель крошечная птенец трепицу птенчика или крошечная птичка а вот снова коробки с распродажей здесь в основном англия иногда бывает велерои бог часто показываю боюсь что-то взять вот здесь вот интересные тарелочки необычные формы степершир англия такая тарелочка тысячу рублей будет вот такая еще пара есть то есть можно собрать троечку я знаю что многие любят вот на подобные узоры они очень красиво смотрятся в сервировке тут сахарницы молочники а вот здесь я в прошлый раз снимала очень много интересного ну вот здесь сырная доска не посмотришь чья она не появилась далеко там обычно подписано чьё это? обычная или деколь деколь восемь тысяч восемнадцатый век ну вот ему осталось когда мы не помним еще в тот раз я снимала тут много интересных предметов но уже некоторые предметы я не вижу значит их продали а это наверное разрезать что-то сырорезка 2400 и очень необычные ножи 3000 а вот этот интересно что за предмет какая-то ложечка видите она такая выгнутая может быть это для кофе да почему такая форма мне показалась ну я конечно могу и ошибиться а вот этот вот нож для чего да 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 ну ты скажи там как устроение это они были по 20 а вот набор для масла и паштета ну все все вот вот для чего все подписано замечательно для масла это для паштета это антикварные лопатки для паштета да я прочитала интересный да вот этот вот предмет блестят так а вот это тоже много интересных предметов сейчас сфокусирую для орехов пин пич серебро начало 20 века выковыривать орехи и вот такой очень легкий необычный нож из чего он сделан для масла а это что за материал не подскажете рок может для масла да я прочитала спасибо 1200 это северные какие-то наши для северных необычный такой легкий легкий интересные предметы украшения 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 а вот у меня кто-то спрашивал показать как использовать вот эти приборы. Это подставки под вилки, ножи. Вот вы просто берете ложечку и вот так кладете, чтобы не класть грязную ложку на скатерть. Тут три такса и три котика. Котопес. А вот в гасителе свечек. Кто-то тоже на рынке у меня спрашивал, где взять. А вот здесь еще подставки интересные. Дельфины. Они бывают хрустальные, бывают вот такие металлические. Подставка под тосты. Да, угадала. Для чего же еще? Мельхиор. 60-е. 3 500. Необычные подсвечники еще здесь. Кстати, это разметали. Не подумала бы. Но это такое более новое клеймо. Даже не знаю, что это за серия. Что-то из нового, скорее всего. Такие абстракции здесь. Необычные, яркие. А как вам вот такие рюмочки? А как вам вот такие рюмочки? Тяжелые. Две рюмочки. Рюмка-пуля называется. 20-е годы. 20-го века. 2 500. Между прочим, тяжелые и очень необычные. А, ну да. Они похожи на пулю, правда. Посмотрите, какой теплый, приятный оттенок под светом. Смотри. Пуля. Световая. Называется, да. И там вот пузыри еще есть, видите? Смотри. А вот эти подсвечники розенталь, между прочим. Ты видела такие? Дима такие видела, мне не показала. Очень громко здесь играет музыка, конечно. И очень темно. И продавцов, кстати, не так уж и много. Необычный набор, как шкафчик. И вытаскиваются подставочки с такой пробкой внутри, как подставки под стаканы. Необычно. Удобно хранить и как декор использовать. Молочник 4.0. Молочник 4.0. И поднос. Интересно, что у подноса внутри прозрачное стекло. Друзья, в последнее время у меня выходило мало видео, но пришло очень много новеньких зрителей, подписчиков. И я вообще на самом деле в таком приятном шоке, что очень много людей сейчас ко мне приходит на канал. Очень много хороших комментариев. Очень много хороших комментариев. И не только. Но я пропала, потому что у нас было такое приятное мероприятие. Да, 20 июля у нас была свадьба. И всем спасибо за поздравление. Очень приятно. И я немножко выложу кадров с нашего замечательного дня. Теперь мы возвращаемся в строй. Идем с моста винтажа. Погодка в Москве так себе. Поэтому на блошиный рынок мы не попадаем. Лето в Москве такое себе. Еще раз всем спасибо. И пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Хорош. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Москве.